Эй, эй, хулиган, ты что делаешь? Я, я не хулиган, я Гелеровский 2.0, Новый Гелеровский. И я как Гелеровский смотрю, что здесь исследую все. Всем здрасте, с вами снова я, Новый Гелеровский, Гелеровский 2.0. Сегодня в последнем выпуске нашей программы мы поговорим о самом важном. Кто же такой Гелеровский? Кем он работал? Как он стал знаменитым? Ну и, конечно же, узнаем кучу интересных фактов о нем. Пойдемте же. Первый интересный факт о Владимире Гелеровском в том, что в молодости он был очень сильным и очень любил калачные бои. И однажды один мальчик сказал Владимиру Гелеровскому, дяденька, а не слишком ли у вас маленькие ручки для кулачных боев? А Владимир Гелеровский примерно вот такой же рубль достал и согнул. А вам слабо? Я нахожусь на этом месте не случайно. Это улица Тверская. И здесь произошло очередное хулиганство Владимира Гелеровского. А начиналось это так. Гелеровский со своим другом Чеховым купили соленый арбуз. Но из-за этого их руки начали замерзать. И они думали, куда бы деть арбуз. И вдруг Чехов увидел городового. Он стоял примерно здесь. Гелеровский взял арбуз и бежать к городовому. Он сучил ему этот арбуз и сказал, осторожно, это бомба. Городовой поверил и отнес его в полицию. Из-за этого там был огромный переполох. Но самый умный дяденька в полиции просто взял и съел арбуз. Вот такой вот и был шутник Гелеровский. Третий интересный факт о Владимире Гелеровском это то, что Гелеровский первым приезжал на все пожары. Первое, потому что ему нужен был репортаж. Второе, потому что он очень любил пожары и все это дело. Но самое интересное, что он еще печатал свои книги. Но его книги не прошли цензуру. И те же пожарные сожгли их на заднем дворе.